В этом ролике мы обезвредим гигантское гнездо особо агрессивных земляных шерчней, которые завелись прямо на этом пляже. Смотри, смотри, тихо, тихо, тихо. Вон яма, с ней, вон нора. Так это как раз вот это... Ох, там и ямина! Они очень злые, вот они. Вот такая нора, и они все вот туда сейчас залезли. Это жесть, там такая норень, там такая дырень. Что леса выкопала в лесу, такая нора. И они сразу все залезли. Земляные шерсти. Ну как? Нападут на тебя. Мы подготовились очень профессионально. Взяли даже укольчики. Вот, противоаллергическое, против укусов пчел, дерматозов. Очень дорогая. Дексаметазон. Вот это вот, да, вот это норм. Вот благодаря вот этой таблеточке они будут чувствовать больше милей. Все. Ребят, на улице жара, чтобы вы понимали. Ни один шерщик не пройдет. В скафандр. Профессионалы. Нам можно. Сейчас мы вначале их обкурим, а потом начнем копать. Погнали. О, они уже возбудились. Там нет второго выхода. Да нет, они в один лезут. Я бы уже начинал копать потихоньку. Не, давай обезвредием вначале. Просто они будут очень злые сейчас. Если ты их окуришь, они злыми уже не будут. Ну, давай, пробуй. Ты прям туда хочешь засыпать? Смотри, смотри, глянь какая. Они очень огромные. Хватайся. Оно горит. Пошел. Я боюсь, что оно взорвется. Оно не взорвется. Что, засовывать? Может, толкнуть ее туда? Слышишь? Глубже запихни, да. Ну, я думаю, там хорошо будет. Они слышат, взрываются. Да. Они ползут и начинают взрываться. А что дым не выходит? А он все пусть телится вниз как раз. Он нет, пошел засасывать дым. Дым бы изошел вновь. Так, ну смотри, смотри, где тут? Нигде не выходит. Смотри внимательно, где второй выход. И шерчник куда-то исчезли. А ну, да, достань, достань, достань. Смотри, как оно всасывает. Вот оно как дымит насколько сильно, ребят. А ну, засовывай теперь. Засовывай, пускай туда дальше. Я думаю, они сейчас обезвредятся. Понимаешь, там оно может и 5 метров, и 10 метров. Там большой объем, ты думаешь, да? Это нора, например, барсука. Смотри, оно все засовывается. Там все уже, все не дымит уже. Вылетает оттуда, смотри, или они не вылетают уже? Будем рядом прям копать? Ну, надо смотреть, куда идет, да. Давай рядом копать. Главное не потерять, куда идет само направление охотка. Да. Я думаю, что гнездо будет гигантское. Ну, шерчни, успокоились. Это меня радует. Вот тут надо волосяночку убрать. Волосяночку убираем, ребят. И смотри, куда идет ходок. Сейчас, где подкаражем. О, вылетел гад один. Где ходок? Ребята. О, сюда пошел ход. Вот, смотри. Да? О, там дым, смотрите, ребят. То есть копать надо в эту сторону, Сань. Тут мягкая такая. Есть? Вон, вон, сюда пошел ходок. О. Угубляю тут. О, вот, вот он. Вот это он, да? Аппарат, чтобы видно было. Вот, смотри, Сань. Вот он, да? Дым там еще остался. О, вот они умиршие. Они дохлые. Да, ну снимать. Личинки. Вот оно. Личинки просто гигантские. А, вот оно, вот оно. Ты прикинь. Вот там... Ничего себе, оно, да вы, на макро, на макро. Они все заснули. Ты реально их убил этим. Оно, обкопай, там огромное, вот оно, круглое гнездо. Шашка убила их, прикиньте, ребят, не надо дихофоса. Да, вот оно. Вот пошел, да, вот. Давай обкопаем. Снимай, вот оно, нахру. Обкопай. Да, вот оно, нахру. Ой, 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 ой. Смотрите, ребят. Доставай, доставай, Санечек. Ой, 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 капушуют. Смотри, какой ужас. Смотри, какой ужас. А запах какой адовый. Ёлки-палки. Они все красные. Смотри, Саня, на тебя уже нападают. Какая здоровая личинка. Ничего себе, ребят, черви прям. Мы половину потравили, пчеломатка где-то тут. Смотри, сколько, наверное, штук 100 летает. Погнали, наверное, кормить уток. И вот эти надо было все личинки тоже собрать. Ляня, они спасают их. Давай их окурим еще чуть-чуть, пока они летают. Да, давай, давай. Смотрите, вот этот цветной дым, он очень токсичный для них. Это надо обработать все, ребят. Аккуратно, вон пчеломатка, самое главное. Дай, дай ее. Вот она, ты ее подкрасил. Смотри, Саня. Да, 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 я видел, видел. Вот она, смотри. Мы сделали полезное дело. Мы уничтожили гнездо ОС, которое терроризировало весь район на Абалоне. Теперь пляж спасен. Вот эта папула еще. Вот тут практически была. Это папула? Глянь, вот она живая еще. Видишь? Да, она готова уже вылезти. Да, готовая была вылезти. У меня прям руки трусят. Вот тут тоже, смотри. Вот, вот, вот она готова. Смотрите, какой кокон, ребята. Это просто жесть. Вон они вылазят, смотри. Опа. Посмотрите, он много уровней. Вот, смотри. Так, глянь, красное все пошло именно. Они как дышать начали. Ты угадал с этой дымовухой, смотри. Вот они как слоями, как пирог. Опаньки. А что это, смотри, черное что-то там внизу? А, это подкормка. Это типа этот, скажи мне, прополис. Смотри, глянь, мордочки их. Пульсирует оно, смотри. Ребят, жесть, какая жесть. Вот это такое жило в земле, возле пляжа. О, глянь, шевелится, глянь. Тихо, тихо, тихо. Они пульсируют, галом. Вон они, я вижу, да. Вращай, вращай, еще вращай. Есть контакт. Видите, вот такой хоботок. И на этом хоботке оно держится. Красное, это мы уже их травили дымом. Белок сплошной, ты посмотри. Вот это для рыбака лучше нет. Но знаешь, почему рыбаки не ловят на это? Очень трудно добыть. Одна китайская дымовая шашка уничтожила весь рой диких шершней. Когда не хватает кислорода, они начали втягивать в дым. Улей начал дышать, возбуждаться. Ты же видишь, мы вскрываем, а внутри прям прокрашено слоями, как шел дым, куда впитался. Все умерли, реально. Только те, которые были на охоте, сейчас прилетят и разлетятся, и станут питанием других видов насекомых. Подписчик нас увидел, плывет к нам. Тянешь меня, окей? Да, я не знаю. Короче, ты рыбачишь, да? Вот это я удачно выехал на рыбак. Пайом, мы только что обезвредили гнездо шершней. А я слышал. И для тебя личинок. Пошли, как раз для рыболовли. Да, личинки, самые лучшие приманки. Пайом, мы тебе подарим личинок. Ой, я кинту как раз подгоню. Смотри, можешь врать любые. Ёб. Не п***я себе. Ты видел? Удрал, Латина. Видел? Это тут дурю. Да не бойся. Да не бойся. Да не надо мне. Положи в карман. Ну, принеси пакет. Да давай. Я вот этих отрусил. Я вот этих больших уберу, ты возьмешь. Я возьму один. Так. Да мы разберемся. Не обращай внимания, что они подкрашены. Давай. Просто мы дымом травили. Глянь, глянь, как они двигаются. Смотри. Живые еще. Свеженькие. А тут эти херни потом вырастают такие. Они буквально через три дня уже должны были вылупиться. Хорошо, что мы вовремя их заметили. Тут девочку покусала на пляже. Лицо раздутого было, как у Монгова. Реально. Видишь? Вот жало. Ай! Ай! Тихо. Жалит, 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 Саня. О, вижу, вижу. Видишь, жало, жалит. Он злой, злой. Говорят, что три укуса и все, и человек труп. Да ну нахуй. Дайте я лопату закопаешь. О, вы рыбаки? Почти. Мы яхтсмены тут. А, я думал рыбаки. Мы только что это, уничтожили логово шершней. Огромная благодарность. Они к нам прилетают. Подсними, подсними. Можно вас подснять? Держи. Не дохлые уже? Да, это дохлые. Мы дымом отравили. Вот тут вот внутри. Они пустил. Личинки, видишь? Ой, это задавили. Да, да. Вот это вот для рыбалки вообще самое то. Ой, какие лапочки у него. Видишь, он практически уже готов был вылупиться. Спасибо вам большое. Доброе дело сделали. Вот они жили, а вот лагерь. Смотрите, как близко. И тут покусала девочку, да? И плакала девочка, да? Да, девочка плакала. Ее кусило этот палец. Вот такие она. Елки-палки. О, на таком катамаре поплывем. А в Турцию выплывем. В Турции мы были полгодом. Смотри, вот эта кухня. У нас здесь тусит. Класс. Вот груша. Вот они сюда садятся. Ты грушу хочешь? И они кусали. Ну, мы уже не будут кусать. Спасибо вам, добрые люди. О, яблоки, как в Припяти. Да, кстати, глянь, такие же самые. Но мы не на таком поплывем, мы на надувном. Это надувное здесь тоже? Да. А, но у нас более древний, советский. Это такой же самый будет. Слышишь, а как мы на ней панель поставили? Бля, какой он классный. Это что, такой самый у нас будет? На таком же поплывем. Название ветер. Вот мы на таком ходили по Турции. По Турции. У них главное преимущество, что это все разбирается. И это, получается, две сумки из алюминиевых этих. Ты приезжаешь в Турцию, собираешь у тебя. Ребята, я вам хочу сказать по секрету, что в следующей серии мы отправляемся в Турцию, по Днепру, на вот таком катамаране. Я думаю, это безумная идея. Нормально. Получится, доплывем на солнечных панелях, на электромоторе. Тем более у нас вот знакомство, сейчас консалтинг получим. Мы можем отсюда прям выпустить в Турцию. Ну, практически. Через Одессу. Да. Через оболонник, как минимум, да. Дальше как пойдет. Да, пойдет нормально. Там три шлюза и дома. Да, три шлюза. Ребята, это очень опасные шершни. Двух-трех укусов хватает, чтобы вызвать анафилактический шок, отек к венке и асфиксию. И летальный исход. Поэтому никогда не играйтесь с дикими насекомыми. Помните, мы профессионалы, нам можно. Ну, а в следующем ролике мы отправимся на вот таком катамаране, который вы только что видели, на огромном. На больших солнечных панелях и электромоторе до самой Турции. А именно в Стамбул, в Браморное море. По реке Днепр, через Одессу. Я не знаю, получится или нет, это будет эксперимент, но я думаю, что мы доплывем до Турции на солнечной энергии. Через Болгарию, через Румынию, через Грецию и Афины в Стамбул. Продолжение следует...